10 августа 2017 года, там мой дом тут, вот тут, Игнать у нас идёт, ворона, что-то ждёт. Добрый день, вы-то что творите? Добрый день. Вот это очень ценно крутить, это пресс, под неё подставляешь, ещё должно быть что-то напереплёт. Я хотел спросить. Закрыто тут закрыто. Вы были вчера, приезжали к нам в Аптистов-Патеряевку? Да. Ну, расскажи, повернись туда, всё, как тебе показались они? Как? Ну, в каком плане? Ну, в любом плане, какой план, то ты вот пришёл, то ты там попозже маленько, и ты видишь какие-то люди, 11 человек тут, машины у них. Когда уже всё закончилось, какой у тебя в душе осадок остался или что-то, мнение? Впечатление. Ну, впечатление какое осталось? Да, не зря они сюда приезжали, замотнули их к нам. Впечатление такое, как бы вот, такое духовное противостояние, как будто вот было небольшое. Они считают, что они правы, но мы знаем, что мы, истина с нами. Как бы, невидимая эта духовная борьба, так как бы, так немножко проходила между нами всегда. Ну, мы-то всё, мы люди крепкие, верим, нормально, перенесли это всё. Кто там, другой человек может как-то... Дело в том, что они нам принесли, мы и пестопения всё знаем, они нашего ничего не знают, ни толкования, ничего. Это большая разница. Когда с безбожниками беседуешь, я говорю, у нас многие были неверующие безбожники, там стали. Они могут судить об этом, но вы-то как можете судить о христианстве, если ни одного дня не жили по-христиански? У нас опыт церкви 2000-летней есть, и святые отцы, и жития святых, всё. А у них только Библия одна есть, и то каждый про себя думает. Мы себя увереннее чувствуем, чем они. Ну, вот после беседы с ними у тебя мелькнула, хотя мысль может быть такая, что лучше бы быть баптистом, чем православным. Ну, так, конечно, там примерял себя, а если я там с ними оказался бы, чтоб я делал бы, как там среди них было бы. Ну, не знаю даже. Ну, они бритые, конечно, не нравится мне, что там все они бритые. Постов не соблюдают они никаких. Девушки тоже не покрытые с головами, тоже не подходят мне. Ну, они поехали-то отсюда из потеряя какие-то... Ну, как поняли, что не зря приезжали? Довольны? Что-то они сюда ездят, как будто хотят доказать, как будто что-то. Все-таки мы тоже христиане, тоже спасемся, несмотря на то, что... Они где-то были, и там сразу священники, как аллахрамы были. Они сразу вызвали милицию, и милиция их там проверять начала, объяснителям писали. Тут разница-то есть большая. А наши узнали, Валя побежала скорее там помидоры дать, сливки. Они говорят, труженики трудятся. Что-то для себя ты взял из этой встречи? Ну да, конечно. Ну, если у нас так собиралась молодежь, хотя бы так... По пять человек, девушек и парней вместе ездили, скажем, на благовестие. Так и шесть девушек было, не пять. Хотя бы шесть даже. То это, конечно, было очень бы хорошо. Так и мы ездили, у нас больше было, у нас 48 человек было в тачках. На восьми машинах. Мы ездили, проходили по всем домам, собирали у людей в школе, в спортзале. У нас все это записано в роликах. Виктор Андреевич там выступал. Там буйствовали патриаршие против нас. Там староста стоял, матерился. Матьюганова, Севастьян ему говорю, что ты материтесь-то где-то. Я спрашиваю сейчас, а он такой, как сутунок был, толстый. Сейчас спросил Нину, там жил нервы. Она говорит, а его нет, он умер уже. Даже никогда не подумаешь, что такой человек может его долбней не убьешь. Не Кабанов его звали, нет? Там какой-то Кабанов лютую там вроде есть. Ну, это в ребрихе. Какое-то вот что было. Я вот сегодня от двух часов почти не спал. У меня сон уходит, когда я размышляю и размышляю. Я думаю, ладно, потом буду. Нет никаких. Разные варианты. Вот если бы они согласились на собеседование и тему поднять. Они совершенно боятся Библии. Библии боятся. Какое место не открою, не будем спорить. Главное петь. Но мы же не кошки, чтобы все время мурлыкать. Я, например, взял еще для себя то, что жизнь во Христе, она должна быть в православии. Ничего более обширного, более целомудренного, более в страхе Божьем нету как в православии. Я очень хорошо знаю другие вероисповедания. Они говорят про сектантов, еретиков. И у них не то что скудоумие, а иногда прям безумие полное. Места Писания вообще не знают. Говоришь, я говорю, написано, крестится для прощения грехов. Нет. Прощения нету. Нету, то есть нету. И у них понятия о церкви никакого. Главное, ты спасен и все засох. А раз спасен я, больше не надо. Я чемпион мира. А дальше зачем мне надо-то? Я победитель. А что полторы тысячи до них была церковь, они никогда вопрос такой не ставят. Довольные, сытые, у нас не пьют, не курят. Ну, отряд космонавтов. Вот у меня впечатление, остается такая благодарность Богу, что есть на земле православие и в этом святом православии, не в этом испохабленном, которое везде циркулирует по храмам, а именно по слову Божию, по святым отцам, жить в чистоте, в труде, по канонам церкви, то, что у нас есть. Они видят, что нигде больше этого не встречали. И какое это счастье. То, что они ездят, показывают, у нас все абсолютно было. И дети, хор брали целый, пели. Дети выступали. Так, Сергей Павлович, как Вы? Что поимели, как сказать, от этой встречи? Ну, первое, на что я обратил внимание, это их мрачные лица. Мрачные лица, да, это особенно заметно было. Не знаю почему, как-то... И я смотрел вот на... Ну, у них лица такие мрачные, как у нас примерно. Нет, никак у нас. Не так. Ну, по идее, человек поет, он должен прилагать к этому сердце. Как бы, а я там не увидел. Наши вот сестры пели, я вижу там вот, Ирина Устинова, она поет и она переживает все, как бы слезы наворачивает. А те вот, как бы, ну, как-то вот... То есть они в смысл песни не вникают, как будто, совершенно не переживают. Да. Вот я когда заказывал, нет места, нет. Я у них сидел, я плакал, надо говорить, плакал в собрании. Я применял к себе, судный день, то другое. А они начинают вытешать, мы спасены, мы спасены. Я говорю, в надежде. Ну, они это не пережили, потому что, будет понятно. Да, они сразу спасены, поверил верующий, имеет жизнь вечную. Они плакают, да. Я по сегодняшний день, и не ради почести и славы заказал, они его не знают даже. Очень хорошее песнопение. Да, вот это вот, мне заметили такие суровые, мрачные лица. Ну, а потом, когда в конце уже, когда они стали подходить, общаться, тогда уже как-то вот такое общение пошло. Смотрю, они обмельчились. Да. Да. Они стали говорить, у них по 13, по 18 детей там. Вот. Так что, дети, дети, что много детей, это, говорит, может быть только о воздержании. Куда они придут, эти дети, в рай или в ад. Да. Да. А вот он, фраг пап, он в раю. А кто тебя знает, кто его канонизировал, как русская православная канонизация? В раю. Уверен на 100%, а вот тебе канонизация. Не поймешь, канонизация или канализация. Вообще ничего не слышат, что говоришь. Старжи, не надо спорить. Давайте петь песни. Да, и вот когда вот вы беседовали с молодыми людьми, ну, видно, что свое местописание говорят, а ваше совершенно никак. Так у него два места писания. Да. Все спасены, да. Дерующий, имеет жизнь, веще. Все. Да. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. А тут же Господь говорит, не всякий. Говорящий. Говорящий мне, Господи, Господи. А Еремея 15,6 говорит, Господь, я устал миловать. Я погублю вас. Они никакие места, угрозы нет. А мы спасены во Христе. А что написано, что горше прежнего, и всем злейших, и кораблекушение в вере, возможно, геотрефов полно, ни граммы, даже не засыпляются. Поскорбеть у нас та же история, нет. Ну, немножко огорчило, что у них вот такое движение есть, а наша молодежь-то сидит ничего не... Вот только вот волейбол орут там каждый вечер. Никто, потеряйский, вот так вот не соберешь и не поедут. Вы только, если как бы... Ну, собрать можно, пропеть можно. Дальше, какая жизнь? Ну, я говорю, вот в Кулачках ты был с нами? Был. 48 человек было. Собрать-то можно, ну а дальше-то выходит опять та же жизнь. Ревности о Боге-то нету. Вот. Володя вот хотел спросить у них, как часто они... Допустим, вот были в одной деревне, и второй раз еще приезжают они. И если, допустим, результат от этого. А то мы раз побыли, и все, и... Может быть, еще раз съездить. Дает это что-то или не дает? Нужно ехать или не нужно? Вот я знаю, вот свидетели Его, они там пока вот крестик не поставят на этом человека, что человек говорит, все, я вас больше видеть не хочу. Они будут ходить, ходить в один и тот же адрес. Вот я знаю. Стоит нам так или... Или не стоит? Потому что... Потому что... А мы-то проехали, а они второй раз проехали. И вопрос говорит, да вы не с Потеряевки. То есть люди помнят то. И может быть хотели бы, чтобы мы еще раз приехали. Потому что... Ну... Время-то идет, и Господь меняет сердце человека. Может быть он хотел бы... Мы каждое воскресенье ездили, а мы еще ни разу не ездили. Второй год уже не ездили. Второй год уже не ездили. Может быть... Заплыли жарком, да что-то... Я не знаю... Машины все, все есть. В каждом дворе машина сейчас есть. Даже вот на каренду. У кого машины нет, кто бы хотел поехать? Ни один не поехал. У всех. Все, все, все в достатке. Все. Заплываем жарком, как говорится. Ну... Поэтому... Вы вот это... Готовите к погибели вот этот прибор? Вот этот? Да. Да. А что это за прибор? Не трансформатор? Не знаю. Ну, я смотрю на катушки... Вот это... Что там ставить? Лединские эти банки-то. Я, конечно, шутя говорю. Очень похоже. И вы решили с него хотя бы шурупы снять, да? Винты. Хомутики, да. Петельки. Он стоял здесь? Да. Но вы не узнали, он для чего? Нет. И уже размонтировать решили, выбросить. Да может быть, оценный прибор. Ну, вот Роман приедет, спросим еще у него. Уже наполовину уже. Не, он только хомутики снял. Он больше ничего еще не делал. А? Он только хомуты снял, он больше ничего не делал. Я думаю, не надо такой прибор это разбирать. Подождать. Роману отдать, Володю Истинову подзвать. Ток трансформирует. У меня подозрение, что это трансформатор. То есть он, допустим, трансформирует ток 220 может там на... Да. Больше, меньше, может быть даже для сварки. Ну да, оставь, брат, ладно. Оставить бы надо. Сценный прибор сложный такой. Видишь, сколько у него катушек. Катушек и при том там со стержнями. Нет, он не только это снимает. Что-то еще наснимал больше. Ну, я вот отсюда уже хомуты снял, Игорь. Уже мне что, мне сказано, он делает что. А Никита чем занимается? Ты крутит, а? Нет, ты вон там в коробку клади, вот. Все что с сантехникой связано. Это все, что вы вот сейчас имеете здесь, это было здесь, да? Да, да. И мы просто хотим разобрать по полочкам, что где, по коробкам. Ну и получается? Получается, да. Ну разберите, где гайки, где еще у нас добра там много. Петя этим занимался. Вон в тазик эти железки все, которые нужны, тазик бросай их. А тазик этот, ну, воду в него нельзя наливать? Да может и можно. А мы легко этим голубям на кукольцем. Он дырявый, я посмотрел, дырка в нем. Ну это не пойдет. Я вдруг подумал уже про это тоже. Ну ладно тогда. Пойду. Я свое мнение только одно оставил, что как хорошо, что быть православным. Да. Какая защита, какая стена из православия, канона, здесь еще нету. Полное вольнодумство. Я уверовал, а дальше я понимаю. 21 тысяча разных. Там Новая жизнь, Церковь Христа. Он не обращает внимания. Ну ты пойди маленько в историю. Посмотри, сегодня одновременно в других местах 68 только регистрации стоит в отделе юстиции. И все отвергают православие. Почему вы не в одном месте-то? Вопрос-то можно такой задать-то? И при том разница они кардинально в разных вещах. Очень в разных. Не в одном только. По одному и тому же вопросу они понимают по-разному. И каждый думает, что он спасен. Ну а в другом думает каждый, что он, конечно, не спасен. Вот что. У них вот это как будто бы думать они вообще не умеют. Я говорю, вот адвентисты седьмого дня, вы знаете, они выше от баптистов. Ты посмотри, какая у них организация мощная. Как они соблюдают субботу, как у них диета и прочее. Это же не просто так. Это не два-три человека, а свидетели Иеговы ходят. Тоже так? Да у них нет. То есть никак. А если ты верующий, ты должен на эти вопросы ответить. Почему так? Нам-то легко отвечать православам. Я знаю, что все это еретики, что царствие Божие от них. Далеко. Вне церкви нет спасения. Они не церковь. Ну они приехали, нам о чем спорить-то. Они вообще разговаривать не умели. Пропеть. Выступить. Карабинчик. Так, что это такое? Карабин? Ну карабин такой не рабочий. Ну его надо отмочить. А что на него? Тут корову привязывали. На такой карабин собаку не привяжешь. Это... Так, ладно, я пошел. С Богом. 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 Это тоже нужно. Т. 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 Умираю. Продолжение следует...